Внешний вид памятника архитектуры дома Челышова все еще напоминает о сильном пожаре, который произошел в марте этого года. Первые и пятые подъезды пострадали меньше других, поэтому там жители продолжают жить. Их соседи переехали до окончания восстановительных работ. Но все они переживают за судьбу дома и надеются, что новогодние праздники проведут в своих квартирах. Мне хочется уезжать из нашего дома. Это теплый дом, это замечательный дом, который простоит еще, мне кажется, еще столько же, сколько он стоит. Главное сейчас устранить все эти моменты, к чему привел нас пожар. Жители обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну, который держит ситуацию с ремонтом дома на контроле. Личная встреча с инициативной группой прошла при участии специалистов профильных департаментов и региональных ведомств, главы районной администрации. Вместе участники встречи обсудили варианты проведения восстановительных ремонтных работ. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы предстоящую зиму жители встретили в комфортных условиях. В ближайшие дни определят, кто будет выполнять работы, начнут с укрепления несущих конструкций в подъездах и восстановления крыши. Очень рассчитываю на то, что все сроки будут выдержаны, деньги поступят и позволят нам и людей вернуть. Потому что сегодня, конечно, для большого числа самарцев это крайне неудобно. Они живут кто-то в маневренном фонде, кто-то у родственников, кто-то снимает. Ну и поможет вернуть нам, конечно же, обратно замечательный памятник, который требует особого к себе внимания, отношения и заботы. Жители обратились к депутату и по другому объекту культурного наследия. Руководитель детской школы искусств, которая располагается в доме Шабаева по адресу Куйбышева, 81, попросила содействия в ремонтных работах. Она отметила, что внутреннюю отделку и реставрацию школа выполнит сама. Но с приведением в порядок фасада здания во дворе необходима помощь. Один из углов нужно восстановить, чтобы ученики были в безопасности. Выйду сам на место, посмотрю и подумаем, чем можно помочь. Его нужно ремонтировать, реставрировать и приводить в порядок. Кроме того, жители обращались по вопросам предоставления жилья, признания домов аварийными, а также по поводу открытия детского спортивного клуба и присвоения стипендии тренеру, работающему с чемпионами сурдолимпийских игр. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.